Нематический газобаллонный пистолет с длинным нарезным стволом, оснащённый имитатором глушителя и тактическими аксессуарами. Пистолет испанской компании Gama, модель PT-85 Tactical Blowback. В данный момент все тактические аксессуары уже установлены. В принципе, в коробке они поставляются отдельно. Модель находится в такой крупной красочной коробке с фармованным основанием внутри. Пистолет находится с глушителем в одном месте, а коллиматорный прицел, лазерный целиказатель, фонарик располагались на своих местах. Также пистолет комплектуется инструкцией, запасным магазином, салфеткой для протирки оптики, комплектом пуль Gama PBA Platinum, двумя кнопочными удлинителями для дистанционного управления, фонариком и лазерным целеуказателем, шестигранными ключами, а также элементами питания для фонарика и лазерного целеуказателя. Коллиматорный прицел устанавливается сверху на самую длинную планку вивера, а фонарик и лазерный целеуказатель можно установить или так, или же можно, например, справа установить лазерный целеуказатель, слева фонарик, а снизу ещё поставить тактическую рукоятку, поскольку в таком оснащении пистолета получается значительный вес и удобнее удерживать его двойным хватом. Имитатор глушителя, изготовлен из металлического сплава, он прикручивается на резьбе и скрывает длинный нарезной ствол, поэтому у пистолета довольно приличная мощность и хорошая точность. Пистолет оснащён предохранителем, который располагается с правой стороны рамки над рукояткой, сделан в виде длинного рычага. Чтобы поставить пистолет на предохранитель, достаточно просто нажать на рычаг, при этом спуск заблокируется. Просто так вернуть рычаг в верхнее положение не получится, поэтому нужно одновременно нажать, то есть сдвинуть планку и приподнять рычаг вверх. При этом откроется красная точка, которая будет говорить, что пистолет снят с предохранителя и готов к стрельбе. Коллиматорный прицел имеет сверху барабан, на нём находится цифровое обозначение от одного до трёх различных цветов. Например, если мы устанавливаем цифру 3 зелёного цвета, соответственно, марка прицела будет зелёного цвета. Если же установить напротив стрелки цифру красного или синего цвета, соответственно, марка прицела будет такого же цвета и величины. Если 3, больше, если 1, то прицельная марка будет поменьше. Метка типа звёздочка. Поскольку у пистолета нарезной ствол, стреляет он свинцовыми пулями калибра 4,5 мм, барабан располагается в рукоятке пистолета, извлекается нажатием на кнопку, которая расположена в основании спусковой скобы. Магазин подпружинен, поэтому, когда нажимаем на кнопку, он легко выскальзывает. Магазин пластиковый, представляет собой пластину, по обеим концам которого располагается барабан и клипа. Каждый барабан вмещает 8 свинцовых пуль. Поэтому мы при стрельбе, когда закончились боеприпасы в одном клипе, барабан переворачивается, вставляется в магазин другой стороной и продолжаем стрельбу. Пистолет газобалонного типа, поэтому необходимо установить ещё баллончик. Он также устанавливается на рукоятку пистолета. Для этого снимается часть накладки на рукоять. При этом открывается посадочное место под баллон и видим снизу поджимной винт. Баллончик устанавливается в стыльной части рукояти, затем прокалывается и поджимается. Затем накладку на рукоять устанавливаем на место. Пистолет готов к стрельбе. Модель оборудована функцией blowback, поэтому при стрельбе двигается затвор, который взводит курок и создаёт отдачу. Пистолет может стрелять сама взводом, поэтому перед первым выстрелом не обязательно взводить курок или передёргать затвор. Достаточно просто нажимать на спусковой крючок. Скоростреленность в пистолете очень высокая, поскольку спуск мягкий, поэтому всю обойму, например, клип на 8 зарядов можно выпустить буквально за одну секунду.